Привет, я великий вейпер и сегодня мы с вами будем вновь смотреть на всякие новенькие интересные технологии из мира випинга Ну и собственно сегодня мы с вами посмотрим на новенький девайсик от рынка Е и это Jellybox XS2 Выглядит он следующим образом довольно таки неплохо, но я не буду вас долго задерживать Давайте поскорее перейдем в Calls Up и посмотрим вот на данный девайсик непосредственно поближе Таким вот образом выглядит коробочка от нашего девайсика, рынка Е, Jellybox XS2 написано, также написаны фишечки, изображен сам девайсик Сзади у нас понятное дело присутствует комплектация, это Jellybox XS2, картридж Mesh 1, Ом уже предустановленный в самом картридже Type-C, charging кабель Еще один испаритель на 0.5 Ом сменный, сертификат карт, варантий карт, юзер вануал и уэни арт Вот таким вот образом у нас коробочка открывается, сразу же у нас здесь вся вот такая вот макулатура имеется, инструкция Которая, кстати говоря, есть даже на русском языке, что довольно таки удобно, если вдруг кому-то что-то будет непонятно, он все это может прочитать и понять Тут у нас уже сразу же лежит девайсик, блин, на самом деле выглядит, вы посмотрите, как просто великолепно круто Ну ладно, на него мы чуть-чуть попозже посмотрим, давайте посмотрим, что у нас тут еще в коробочке присутствует Вот так вот это все дело открываем, и здесь у нас есть еще вот такой вот один запасной испаритель на 0.5 Ом, ну а также вот такой вот кабелечек Да, очень короткий, но хотя бы он есть На этом же с комплектацией все, девайсик выглядит вот как-то так И блин, на самом деле я вообще ни капли не пожалел, что я вот именно вот такой вот черный цвет себе распаковал Ну вот реально он очень круто выглядит, так прикольненько довольно таки Самое главное, у нас здесь обе панели вот эти вот боковые съемные, они у нас металлические В первом они у нас были пластиковые, плюс они еще и были несменные Ну точнее была только одна сменная, здесь же они обе сменные, металлические примерно, как у Чарона Плюс я бы сказал, ну короче похоже на самом-то деле, вот и передняя у нас тоже снимается Сразу же бросается в глаза, что на девайсике абсолютно нет никакой кнопки, да, ее убрали, потому что на первом она была Сбоку у нас находится вот такая вот регулировочка обдува, затяжечки Также зарядочка по USB Type-C, ну и все, снизу у нас больше особо ничего нет Вот так вот он выглядит по сравнению с Jellybox XS первого поколения На самом деле я бы не сказал, что прям сильно изменился, но он стал лучше, как по мне, как минимум по исполнению Потому что вот на первом, да, опять же есть кнопка, на втором ее убрали, кстати я не знаю зачем Ну как бы с другой стороны она просто включала-выключала девайсик, ну ее можно было еще и затягиваться, если бы у тебя вдруг автозатяжка сломалась Но сейчас как бы уже нельзя, ну как бы что поделать, да, это у нас включался кнопочка и так же вот у нас здесь снималась только передняя панель И она была вот пластиковая, то что вот можно даже увидеть, что она гнется туда-сюда, здесь же эти панели Сейчас даже опять же давайте переднюю панель снимаю И вот никак я ее не помну, она скорее пополам сломается, потому что ну как бы это металл Да, опять же по бокам он пластиковый, так же как и первый, но опять же это металл На самом деле мне второй по исполнению нравится больше, потому что ну как-то как будто бы даже понадежнее стал Картридж же выглядит здесь следующим образом, заправочка вот такая вот сбоку, испарители снизу вставляются Это абсолютно стандартные Jellybox'овские испары, как бы, которые уже довольно-таки давно не меняются Ну я его прямо сейчас не могу достать, потому что у меня здесь жижонье залито Внутри, мол, у нас два контакта, два магнита, ну и собственно-то и все, больше тут особо нечего сказать Да, вот так же на экране у нас здесь изображен заряд, да, опять же только заряд, так же как и было опять же у первого Jellybox'а Но что поделать, как бы вот так вот это у нас все и работает Ну цвет, блин, вообще прикольный, вот так вот Jellybox, всякие такие надписи сделаны в стиле вообще прикольно, довольно-таки Ну опять же еще и в стиле Jellybox'ов, вот это вот все у нас видно плату Ну да, единственное, конечно, этот экран капец ляпается, вот сейчас если будет видно, что он, короче, по факту вот прям залапанный Хотя я его вообще протер перед обзором, ну как бы вот такая вот темка все равно произошла Ну а на этом же, собственно, все, больше здесь особо нечего о данном девайсе рассказать Так вот выглядел первый, вот так вот выглядит второй Ну а прямо сейчас я попользуюсь вот этим вот вторым Jellybox'ом XS Какое-никакое время, ну и затем мы с вами вновь встретимся, ну и поговорим о нем уже, ну, как бы поподробнее Ну что, я попользовался данным девайсиком Какое-никакое время И готов рассказать вам свои впечатления непосредственно о нем Ну и понятное дело рассказать его плюсы и минусы, кое я тут нашел, ну или же не нашел Ну и к первому плюсу я хочу отнести его дизайн Да, действительно, ну, как по мне, опять же, каждому на свой вкус, понятное дело Но мне лично дизайн нравится, вы посмотрите, реально очень даже прикольный такой секостный, реально прикольненький дизайн Так, вот вообще все круто на самом деле сделано, мне прям очень понравился Особенно вот этот черный цвет мне прям супер зашел, очень крутой, приколдесненький дизайн, да Поэтому за дизайн я оставлю лайк Нет, вторым же плюсом у нас полетит его практичность Да, это как бы по большей части относится к тому, что этот девайсик имеет, ну, такую относительно легкую затяжку Особенно на полностью открытом обдуве Ну, опять же, об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим Ну, а так, да, реально, довольно слабо затяжку Он еще и не слишком большой Да, он и не сильно маленький, но довольно-таки неплохой Еще и вкус довольно неплохо передает И это, кстати говоря, следующий плюс из этого вытекает А именно третий, то, что здесь довольно-таки хорошая вкуса передача Да, действительно, я сюда заливал жидкость, которую я парил на многих других девайсиках И я здесь ощущаю вкус так, как я его и хочу ощущать Никаких вопросов к этому абсолютно нет Реально, вкус передается вполне-таки себе достойно Да, и в то же время еще вот из этого плюса вытекает четвертый плюс А именно довольно-таки хорошая никотинопередача Потому что сколько никотина я сюда залил, столько я здесь ощущаю Ну, потому что, знаете, тогда бывает у девайсики вроде бы даже и на одинаковом сопротивлении И одинаковая жидкость И на одном эта жидкость кажется довольно-таки крепкой, на другом нихрена не крепкой То есть вот так вот тоже бывает Здесь, знаете, все вполне-таки себе хорошо, никаких вопросов к этому нет Но опять же, здесь используются ринкаевские, так сказать, испарители Стандартные, которые в джилибоксах Надо использовать не только в них, дофигища еще других девайсов Ну, именно джилибокса Поэтому, как бы, испарители уже давно ринкае научились делать хорошо Поэтому к этому вопросов точно нет Пятым же плюсом у нас как раз-таки полетит то, что здесь у нас есть регулировочка затяжки Она, кстати, довольно удобная Она не по делениям, это мне даже больше нравится, чем по делениям Вот так вот все это дело без проблем Можно регулировать и действительно можно добиться даже, ну, такой, довольно-таки, я бы даже сказал Тугой затяжечки И то, что вообще в целом здесь есть регулировка затяжки Это хорошо Что с МГ плюсом у нас полетит заряд в процентах Да, вот так вот можем увидеть, что заряд вот так вот у нас здесь в процентах отображается Да, правда, к этому есть своя придирка, которая будет чуть-чуть попозже в минусах Но все-таки, как бы, заряд в процентах у нас здесь есть Есть, это хорошо Всегда знаешь, сколько у тебя точно заряда на девайсике С МГ плюсом полетит уже преимущество над его предшественником Над джилибокс XS первой версии Вот он, кстати говоря, джилибокс XS первой версии Вот он второй, можете их посмотреть Они очень похожи между собой Но, опять же, вот здесь вот у нас убрали кнопку в новом В этом она была И дизайн поменяли На самом деле в лучшую сторону Как по мне, он стал даже немножечко поменьше по размеру Ну, опять же, вот тут еще стал вот такой вот выступ Картриджи вообще ничем между собой не отличаются Есть у него, опять же, свое преимущество, да Над первым джилибоксом А именно потому, что, посмотрите Первый джилибокс абсолютно весь пластиковый Ну, прям абсолютно весь Этот же джилибокс, ну, нас, наверное, все-таки услышали И сделали его не из пластика Ну, хотя как? Ну, опять же, ну, типа вот по бокам он из пластика Но панельки боковые сделали все-таки из металла Они точно не пластиковые Они обменяются на первом джилибоксе XS Не менялась вот задняя панелька Здесь они меняются обе Вот так вот мы их можем снять Видно, что она полностью металлическая Как какого-нибудь, знаете, Charla Plus Вот что-то в этом роде В общем, да, вот с двух сторон снимается Все кастомизируется прикольно Это на самом деле реально хорошо Потому что хотя бы в каком смысле реально девайс улучшили Он стал как минимум более устойчив к падениям Это тоже плюс Да и в то же время стал выглядеть поинтереснее Ежели чем первый Поэтому за это однозначно лайк Ну и, наконец, последним, заключительным восьмым плюсом У нас летит зарядка по USB Type-C Вот здесь вот она у нас находится Это хорошо современный по Type-C девайтик заряжается реально довольно-таки быстро Ну, на этом что-то все Плюсы у нас закончились И, понятное дело, пришло время перейти к минусам И первый минус здесь будет абсолютно тот же самый, что и в прошлом году Это даже не минус, скорее придирка В прошлом году я об этом говорю В этом я об этом говорю Ну, короче, о чем я говорю в прошлом году В прошлом году я говорю Вот нахрена тут экран, если он показывает только заряд Так вот, собственно, в этом году у меня такой же вопрос А зачем тут экран, если он показывает только заряд Ну, как бы окей, да, я рад, что я знаю, сколько у меня заряда, прям точное количество, но это как будто мне не дает таких больших плюсов, как, например, если бы тут добавили регулировочку затяжки, нет же, наоборот, здесь убрали кнопку, то есть сделали девайс, во-первых, только с автозатяжкой, да и в то же время я, блин, ну, я надеемся, что РинкаЕ будут это все дело развивать, это будет интересно, то есть могли бы потом сделать кнопочку, которая там по тройному нажатию меняет мощность, как на многих других девайсах такого плана, и при этом у ребят нет ни одного девайса, например, на 25 ватт, на 30 ватт, на 40, ну, таких довольно-таки слабеньких девайсиков, которые вот, ну, как бы с регулировкой мощности, это вроде как уже подмодик, ну, такой довольно-таки маленький, такой стелсовый, можно сказать, в своем роде, то есть вот таких девайсов у РинкаЕ нет, но почему-то они, Jellybox, решили все-таки переделать просто в девайс, который только с автозатяжкой, но в то же время он не маленький для девайса, только с автозатяжкой, поэтому мне кажется, как будто бы хотелось бы видеть тут все-таки регулировку мощности, ну, а как ее теперь тут мы увидим, место тут даже кнопку убрали, ну, не знаю, может, в следующем году все-таки обратно кнопку добавят, обратно сделают вот это вот все-таки все дело, и все-таки мы увидим регулировку мощности, например, Jellybox XS, ну, мне почему-то кажется, это будет, наверное, в каком-то другом, может быть, девайсе, вряд ли будет Jellybox XS конкретно, но, как бы, ладно, что поделать. Нет, просто, с другой стороны, даже в Jellybox XS и нано, и то есть регулировка мощности, да, пускай она там выполнена ни с экраном, ни с чем вот этим вот, но он еще и меньше, чем Jellybox XS, но там она есть, да, там есть всего три уровня, но она там есть, здесь ее нету, поэтому вот моя придирка, я думаю, многим понятна, потому как бы, экран это хорошо, но развивать экран тоже было бы неплохо, это было бы реально круто. Ну, и вторым минусом тоже то, что я не говорил, кстати, в прошлом Jellybox XS, а все потому, что, когда я им пользовался, я его особо не из дома не выносил, ничего, и как бы было вроде и нормально. Когда я походил и с этим Jellybox'ом подольше, и с вот этим побольше, я понял, что все-таки девайсы какие-то подтекают, да, к сожалению, особенно после перепада температуры, а сейчас холодно, зима наступает как-никак скоро совсем, ну, не знаю, у меня в городе уже холодно довольно, напишите, кстати, если у вас тоже. Ну, короче, о чем я хотел сказать-то, что после перепада, да, многие девайсы текут, и этот как бы не исключение, да, он не так, что прям все усыкает в хуамину, но как бы подтекает, и это заметно, то есть протирать его все равно желательно каждый раз, когда ты приходишь с улицы, ну, опять же, когда холодно, летом, понятное дело, такого не будет, но когда холодно, уж нужно это сделать. Ну, говорю как бы как есть, да, ничего не скрывая. Ну, а на этом, собственно, все, и плюсы, и минусы у нас закончились, и вы, понятно, будете у меня спрашивать, а стоит ли покупать вот конкретно данный девайсик или же нет. Тут, на самом деле, максимально спорный вопрос, потому что очень много есть альтернатив за эту же цену, и, может быть, они даже будут и лучше, чем этот девайс, но, однозначно, стоит сказать, он мне нравится больше, чем первый. Ну, вот, да, убрали кнопку, но кнопка, она мне как бы нахрен особо не нужна была в этом девайсе. Я все равно ей не пользовался, я всегда авто затяжка тянул, как бы она мне особо и никакой роли не играла. Мне, наоборот, нравится второй больше и по дизайну, и то, что его сделали хотя бы более каким-то таким надежным, потому что все-таки здесь металлические уже и вставочки по бокам, и вот это все. То есть он мне нравится больше, чем первый. Первый я в прошлом обзоре говорил, что да, в целом можно, но как бы и здесь я скажу, что ну да, в целом можно, но не обязательно брать именно его, опять же, если вот он именно прям нравится, нравится и по дизайну, и по любому всех фишек вам в нем хватает, да, можно брать. Но, опять же, учесть еще то, что за эту цену есть очень много и других девайсов, в которых есть и экраны, регулировка мощности, вот эти все плюшки. Но если, опять же, вам этого не нужно, вам нужно что-то довольно простое, вот это действительно крутой вариант, и самое главное еще и выглядит круто. Знаете, что подумал, это вот особенно для людей, кто не сильно хочет париться, не с мощностью ни с чем, просто поставил паришь, да, реально идеальный крутой вариант. Ну а на этом, собственно, уже прям точно, точно все, с вами был Великий Вейпер, не забывайте о том, что ссылочка на мой телеграм-канал в ее закрепленном комментарии, там у нас много всего интересного, также не забывайте, что в закрепленном комментарии есть еще и ссылочка на ребят из Амиго Опт, у них тоже довольно-таки хороший ассортимент, хорошие цены. Ну а на этом, собственно, все, всем пока!